Всем привет! Рада видеть вас на нашем канале Вера Ларина. И сегодня я хочу показать вам покупки из магазина Светофор. Это новинка в Светофоре. Настольное покрытие, жидкое стекло. Размер 120 на 80, толщина 0,8 мм, состав 100% ПВХ. Пока мы ещё не определились, куда это покрытие определим. Может быть даже и на дачу. И вторая покупка Доместос. В этой упаковке два средства. Доместос для унитаза и обыкновенный чистящий универсальный гель. Привлекла цена, экономный набор. Берём два, оплатим за один. Максимальная защита. Защищает от известкового налёта. Густой гель. Универсальное средство для кухни. Санитол. Удаляет нагар и стойки загрязнения. Я уже попробовала чистить поверхность плиту. Мне понравилось. 500 мл. Очередная покупка. Антизасор. Оно безопасно для всех видов труб. Устраняет неприятный запах. 100% результат. А также используется при сложных засорах. Купила чистящий крем универсальный. Чищу им сантехнику в ванной и в кухне. Можно кафель почистить. Универсальный чистит до блеска и не царапает. Что мне превращает, не царапает. Скатерть ПВХ с бахромой. Завезли новую партию. Скатерть мягкая. Никаких посторонних запахов нет. И мне понравился вот такой рисунок. Подсолнухи. Ещё и ягодки клубнички есть. 110 на 140 см. Бюджетная цена 72 рубля. Обзор будем продолжать уже на этой скатёрке. Вот такая новинка появилась в нашем светофоре. Это автоматический консервный нож. Это кнопочка чёрная, которую нажимаешь и нож будет автоматически открывать. Согласно инструкции, уложили на край банки. И теперь нажимаем эту кнопочку и в течение... Вот эту чёрную кнопку, согласно инструкции, надо удерживать в течение 3-4 секунд. В комплекте прилагается инструкция. В ней всё доступно написано. Я думаю, легко разберёмся. Работает от двух батареек. Она не открыла. По-моему... А, нет, открыла. Или не открыла? Открыла. А вон она где обрезает. Не торцевую плоскость банки, а боковую. Неожиданно. То есть крышка просто срезается. Открыли мы впервые этим ножом овощ-помощь. Покупали две банки. Нам они не понравились. В составе горошек зелёный, мозговых сортов. Вода питьевая, сахар, соль. Вроде бы состав хороший, но он изготовлен из восстановленного горошка, что не есть хорошо. Сделаем сегодня салат и больше покупать не будем. И он жестковатый. И вкуса такого нет, как у свежего горошка. Поэтому вот показываю вам сказать, что я вам такой не рекомендую. Ну, попробуем ещё скумбрию открыть. Первый раз я немножко испугалась. Сейчас не буду бояться. Нажимаем. Уже привыкаю к новому способу открывания банок. К хорошему же быстро привыкаешь. Наверное, вам всем это знакомо. Аккуратно. Ровно срезается. Края не режутся руки. После открытия. Только батарейки надо покупать более мощные. Иначе будет плохо открывать. Ну, в общем, удобная открывашка. Мне понравилась. Смело могу всем рекомендовать. В подарок в комплекте вложена вот такая открывашка винтовых банок. У нас уже есть такая открывашка наподобие. Для больших банок. Мы покупали её в Галамарте. Нам нравится. Частенько открываем банки с огурцами, с помидорами. Трёхлитровые, двухлитровые, всевозможные. А эта открывашка будет для более мелких крышек. Куда применить обе открывашки, я думаю, мы найдём. Так что в хозяйстве всё пригодится. Влажная туалетная бумага. 80 штук в упаковке. Тоже берём её уже не первый раз. Такой пакет с влажной туалетной бумагой удобно взять с собой в дорогу, когда вы отправляетесь куда-то вне дома. Чем хорошо, что не содержит спирта, деликатный уход. Вот такие щёточки приобрели. Пять щёток в упаковке, в средней жёдкости. Купили для дачи. Хоть и редко, но бывает, что мы там ночуем. Вот такие фасовочные пакеты. 500 штук в упаковке. Пакетик на 3,5 литра. Сам полиэтилен тоненький, но меня устраивает его прочность. Такого пакетика мне хватает примерно месяца на 4. Мешки для мусора. 50 штук в этой упаковке. 30 литров объём одного мешка. Он, конечно, тоненький, зато почаще менять. Эта щёточка называется утюжок. Написано, щетина мягкая, но довольно жёсткая на самом деле. Здесь на ручке 3 такие выемки для пальцев рук. И очень удобно держать. Мне понравилось ей мыть кафель, мыть сантехнику. Пригодилась нам для чистки ковра. Скумбрия. Дальневосточная, натуральная, с добавлением масла. Кусочки скумбрии. Калининградская область. Смотрим дальше, как открылась эта баночка. Ну вот. По-моему, ничего. Но для нас как-то непривычно. Когда верхний слой баночки открылся, а вдруг содержимое выльется. Так, пробуем скумбрию. Производитель обещал здесь кусочки. В принципе, они есть. Так, запах хороший. Пробуем на вкус. Ну, съедобно. Можно кушать такую скумбрию. Большие кусочки, как и обещал производитель. Непереперечённое. Масла немного. Вот такая неожиданная у нас получилась закуска из продуктов магазина «Светофор». Кумбрия, зелёный горошек. Шпроты в масле. Из хамсы, тушки. Покупаем третий раз. Масса 185 грамм. Рыбки довольно крупные. В общем, шпроты вкусные. Рекомендую. Давно не покупали вот такое пюре. Яблочно-абрикосовое с сахаром. Неженка. Торговая марка «Капитан припасов». Вкус моего детства. Вот такая новинка в «Светофоре». Лимоны, дроблённые с сахаром. Были ещё апельсины, дроблённые с сахаром. Но пока решили попробовать вот такую баночку. Так. Я думаю, что она у меня сразу не откроется, конечно, руками. Сейчас возьмём свою открывашку. Попробуем ей открыть. Давайте проложим полотенце. И теперь должно пойти... Вот. И сразу открылась. Вот. Посмотрите. Сразу открылась. Вот. Замечательная открывашка. Всем рекомендую такую купить. Очередной раз взяли вот такие конфеты. Рожок вафельный. Вот. Показываю поближе, как они выглядят. В зелёной упаковке со вкусом сгущённого молока. Светлая начинка. Рожок вафельный со вкусом шоколада в красной. И в синюю со вкусом сгущённого молока. Особенно детки любят лакомиться таким. Это конфеты «Микс» в упаковке. «Чио Рио», «Бонфетти» и «Ярче». Мужу больше всего понравились конфеты «Ярче». Вот эти в жёлтенькой упаковке. А мне понравилась с этого края «Бонфетти». Это сладкая нуга с орешками. «Чио Рио» тоже вкусная. Но всё-таки «Бонфетти» и «Ярче» нам понравилась больше. Это тоже новинка в светофоре. Зелёный чай с натуральным имбирём и лимонграссом. Имбирный коктейль. В упаковке 20 пирамидок. Печенье с грушей. Это два новых видов печенья с клубникой и с грушей. Торговая марка «Брян Конфи». Попробуем. Один килограмм в упаковке. По цене 130 рублей. Пили мы вот такой рулет домашний. Чибаркульская птица. В обзорах было очень много хороших комментариев. И, наконец-то, мы решили её попробовать сами. В составе красное мясо птицы. И филе тушки. Вода питьевая. Соль. И ничего плохого более. Режется мягко. Конечно, когда я сейчас уже его съела полный кусочек, то я почувствовала послевкусие небольшую остроту. Но, уверяю вас, она очень быстро проходит. Так что вкусно. Попробуйте и вы. Ну, а теперь пора переходить к чаю. Такой цвет приятный, прозрачный. Зелёный чай с натуральным имбирём. И лимонграссом. Вообще, я больше предпочитаю зелёный чай. Попробуем этот. Вот, пирамидки. Какой красивый цвет у чая. Мне уже хочется его попробовать. Так, пускай заваривается. Мы откроем пачку печенья. Печенье песочное. Довольно такое твёрдое. Но, одновременно, рассыпчатое. Попробуем. Очень мягко кусается. И чувствуется сразу грушевая эссенция. Грушевый вкус. Ну, мне понравилось. Давайте будем пробовать трубочку. Варёная сгущёнка. Вкусная вафелька. И начинка вкусная. Так что, посмотрим чай, как заварился. Настоящий зелёный чай. Попробуем на вкус. Имбирь чувствуется. Приятный вкус имбиря. Ну, в общем, понравился мне и чай, и печенье, и конфеты. И лимоны, дроблённые сахаром. Всем приятного чаепития! Музыка 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 Музыка